Не знаю, как вам, но как по мне это выглядит очень красиво, как будто бы реально живем в парке, просто, еще птички так поют, все зеленое, красота, удивительно на самом деле, что буквально месяц назад все было еще в снегу, а сейчас вот как все цветет и пахнет, просто за месяц вот это все. Раскрылась и распустилась, у меня сейчас последние две учебные недели, когда я должна разнать все свои донзи, вот, а потом начинается дочетная неделя и сессия, вот, волнение, конечно, присутствует, как без этого, ну, думаю, мы справимся, все будет хорошо, как всегда. Установили игру. Вот мой главный сумочек. Пробуем. Оба. Девочка вскочила. И фокус пропал. Все, поехала играть. Если кому-то будет интересно, игра называется вот так вот. Да, вот так. Ну, вот и первый арбуз в сезоне. Сейчас посмотрим, продегустируем, как он будет на вкус. Отзыв, отзыв. Сладкий. Сладкий. Саусо. Я думала, для майского арбуза вполне себе неплохо. Можно дать. Сладкий. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Короче, после прогулки День рождения Вечером Я простутилась У меня заложен нос Может быть слышен, по-моему, голос У меня болит горло Но уже, слава богу, не так как Это было воскресенье, сегодня вторник Если что Но просто хотела сказать о том, что Я за этот год Болела уже Раза 3-4 И я так подозреваю, что Акклиматизация Сказалась, что у меня упал иммунитет Причем достаточно сильно Подробно то, что я весь этот месяц пила витамины И мне это, видимо, вообще никак Не помогло И иммунитет упал реально до такой степени За этот год, что я в больницу попала Поэтому Берегите себя И пейте витамины Для поднятия Поддержания иммунитета Берегите себя 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 какой-то такой вот это очень приятно но несмотря на это преимущество зимой здесь очень темно и тускливо и в целом даже сейчас в квартире темно хотя на улице день солнце светит до квартиры солнечной ночи просто не доходим так что там на занятию моего макияж прическу вот такую иду гулять с лизочкой а сейчас я сначала на валберс такой порошок чистки всего попробуем здесь отмываются все тарелки и кострынами вот кстати было примерно так внутри устало вот это как бы результат вам показываю вот как нового спасибо что солнце ушло вот все чистое было снежное так что это реально работает по всей видимости чтобы вы понимали как я сижу дома я в кофте пледе в носках и в штанах на улице 16 градусов тепла сегодня 5 июня для сравнения в казахстане дома у родителей сейчас 36 градусов тепла вот мы выходили сегодня на улицу на улице по ощущениям теплее чем дома и не знаю почему дома так холодно но холодно безумно вот у меня сейчас полным ходом подготовка к первому экзамену он будет уже в этот четверг сегодня понедельник вот такие дела что еще рассказать завтра секрет пока что для олега завтра день перед нашей годовщины нам будет два года вот на затронем выходной поэтому отмечаем и завтра не 7 числа я поведу его на очень интересное ну давайте это будет интересное мероприятие в общем я хочу сделать и подарить нам обоим картину наших зрачков глаз их фоткают под какой-то там супер макро камерой и да получается очень красиво я видел эти работы нашла где-то сделать вот думаю это будет интересно и прикольно нет такой нестандартный не банальный подарок сейчас я делаю все это много порядка Саша сфоткает, Саша снимает мне видео, как обычно. Такая красота получилась. Шеф-ковар, я су-шеф. У меня сегодня первый экзамен по-испанскому. Только волнение присутствует, но я сильно переживаю, если честно. Посмотрим, надеюсь, все сложится хорошо. Снова здравствуйте. Письменную часть мы сдали, ждем устную. В общем, вчера я недорассказала, что в итоге было на экзамене, как все прошло и что было не так. Если бы я была в хорошем настроении, я бы, наверное, еще в УЗИ или еще вчера рассказала, как все было. Но прошлый кадр был зачеткой и больше я была не в настроении, больше я не хотела ни с кем разговаривать, если честно. И больше, не знаю, снимать уж точно мне не хотелось. Мы заходим в аудиторию, причем все разом изначально думали, что будут заходить партия. Она так изначально и подразумевала. Нам ждут варианты заданий, они у всех одинаковые. Я смотрю на вариант, который нам выдали, и он, ну, с первого взгляда кажется мне достаточно легким. По крайней мере, все эти правила, которые я так быстро глазами просмотрела, я их изучала и, в принципе, хорошо знаю. Да и вроде бы как ничего сложного нету. На этом ощущении я пишу всю работу. Ну, с твердым ощущением, что у меня будет четыре за нее, потому что я не до конца была уверена в некоторых моментах. Может быть даже пять. Но тройки быть как бы не должно. В итоге мы сидим в коридоре, мы ждали где-то час. Вот это будет видео в прошлом кадре с отчеткой. Это как раз таки все время ожидание результатов письменной части. И мы просидели час. В итоге зовут меня и еще трех человек. Я такая, типа... Я сначала вообще не поняла, почему именно меня позвали, почему не по всю группу. Но когда я зашла, я поняла, в чем дело. Я захожу. Моя работа лежит прямо на входе. И у меня два. Два. Вот так я была уверена, что я напишу все отлично. Соответственно, настроения после этого не было никакого. Первая мысль – все. Я ухожу надо псу. И... Все. Другого выхода нету. Но, оказывается, он был. Но, в итоге, эта мысль у меня пробежала буквально за секунду. И после этого нам препод говорит, садитесь по местам, берите свои работы, берите варианты те же самые и переписывайте. Это нам просто очень сильно повезло с преподавателем. Потому что, если бы не она, то другой бы сказал, да, идешь на допсу. И это не обсуждается. Что бы вы понимали, для тех, кто не понимает, что такое допса. Потому что я знаю, что мы смотрим не только студенты. Это как предпоследняя ступень перед отчислением. Даже из-за одного предмета, что бы вы понимали. Типа, не обязательно у тебя должны быть завалены все, например, 4 или 5 экзаменов. У тебя может быть завален даже зачет, не экзамен. Тебя отправляют на допсу, а ты пытаешься на допсе пересдать этот экзамен или зачет. Если у тебя даже там не получается, ты отправляешься на комиссию, где уже специальные люди решают, оставить тебя в универе или нет. Там я уже не знаю, сдаешь ли ты какие-то экзамены или нет повторно. Но, тем не менее, комиссия – это последний этап переначисления. И я уже мысленно в голове себе эту цепочку простроила, что все, а-ля улю. Я из-за испанского университета. Но я переписала на 4 с Божьей помощью. Конечно, из-за того, что я переволновалась, расстроилась очень сильно. Я достаточно плохо рассказала устную часть. Но спасибо, что не на двойку. В итоге у меня 4. Это удивительно, конечно, как можно сначала получить 2, а потом вывести это на 4. Но да, у меня 4 за испанский в этом семестре. Чему я, конечно, безусловно рада, но вот этот вот перфекционизм, какой-то синдром отличницы во мне просто, я не знаю, поглощает всю мою радость по отношению к тому, что все, я сдала экзамен, но нет, мне этого мало, мне мало того, что я просто его сдала. Я должна бы сдать его идеально, должна бы сдать его на 5 и так далее и тому подобное. Я не могу просто отпустить ситуацию, не могу просто смириться с тем, что так произошло, что такое тоже бывает, что ты же все пересдала, все у тебя нормально. Но нет, я виню себя за то, что у меня двойка была. Хоть я ее исправила, но все равно не знаю пока как с этим мириться, как реагировать на такие свои эмоциональные выплески. Вот, возможно, нужен психолог, чтобы с этим всем разобраться, потому что вот этот синдром отличницы, он влияет не только на учебу, хоть, может быть, это так может показаться с первого взгляда, но и на, в принципе, на мою жизнь, на мои увлечения, на мои отношения, на мое общение с друзьями и со знакомыми, на все, абсолютно. Даже на общение с семьей, хотя с семьей я должна быть самой открытой и откровенной. Но получается так, как получается. И это достаточно большая проблема в моей жизни. Я надеюсь, я не одна такая. Вот, потому что пока что я не видела людей с чем-то подобным, по крайней мере настолько, насколько это развито у меня. Хотя, может быть, это развито не так сильно, как я думаю, но пока я не пойду к психологу и не узнаю об этом наверняка, утверждать верное ничего не буду. Вот. Вот так прошел у меня вчера экзамен. Я недовольна, как вы уже поняли, тем, как он прошел. Я думала, что все будет хорошо. Была спокойно. Спокойно, потому что шла на экзамен, но получилось так, как получилось. Впереди еще два. Еще экономика и древние языки. И по философии нужно пойти проставить автомат. Дай Бог нам сил, ума и терпения даже до конца сессии и спокойно поехать домой. Я, кстати, посчитала, что до отъезда осталось почти месяц. Даже уже меньше, чем месяц. И это меня так радует. Вы не представляете, как сильно. Я очень завидую своим друзьям, которые уезжают буквально на следующую неделю домой. Я, к сожалению, не могу этого сделать, потому что у меня еще экзамены. Вот. Но даже то, что я уезжаю через месяц, очень сильно меня радует. Правда. Такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok